Тип иглокожия Иглокожие – это древняя группа вторично-ротых животных, наиболее примитивная и вместе с тем крайне своеобразная. Это морские животные, ведущие прикрепленный или малоподвижный образ жизни. Внешне иглокожие не похожи на других животных. Своеобразие их облика отражено в названиях иглокожих – морские звезды, морские лилии, змей-хвостки, морские ежи, морские абурцы. Известно около 6000 современных видов иглокожих, которые распространены во всех полносоленых морях на разных глубинах. Еще большее число видов иглокожих известно в ископаемом состоянии. Вашему вниманию представлено изображение некоторых представителей иглокожих. Несмотря на большое морфоэкологическое многообразие, иглокожие имеют общий план строения и характеризуются следующими особенностями. Первое. В иглокожих сочетается исходная билатеральная симметрия со вторичной, радиальной, чаще всего пятилучевой. Строение иглокожих таково, что через их тело можно провести одну плоскость симметрии, проходящую через рот, анус и особую матрифоровую пластинку. Но многие системы органов иглокожих радиально симметричны. В процессе антогенеза иглокожих наблюдается переход от билатеральной симметрии к лучевой, что отражает эволюционную направленность типа. Второе. Иглокожие обладает внутренним известковым скелетом, который образуется в соединительно-тканном слое кожи. Эта особенность отражена в названии типа. Скелет защищает тело иглокожих от хищников, механических повреждений, а также служит опорой для прикрепления внутренних органов. Скелетные производные могут участвовать в образовании особых двигательных органов, суставчатых лучей у морских лили и афиур. Иглы морских ежей служат для защиты от врагов и для движения. Скелетные образования педицеллярий, напоминающие по форме щепчики, очищают тело иглокожих от налипающих частиц. Третье. Вторичная полость тела иглокожих, целом, представлена рядом с системой органов, выполняющих разные функции. К производным целома относятся внутренняя полость тела, собственно целом, амбукральная и псевдогемальная системы, а также половой синус и полости ганат. Целомическая полость, в которой расположены внутренние органы, выполняет функцию гомеостаза внутренней среды, частично опорную функцию, особенно у видов с мягкими покровами, а также транспортную. Амбукральная система, в основном двигательная. Она обеспечивает гидравлическое движение иглокожих на амбукральных ножках, которые также служат для дыхания и подачи пищи к рту. Псевдогемальная система сопровождает нервную систему и обеспечивает транспорт питательных веществ к нервным клеткам. Это узкоспециализированный участок целома. Половой синус и образующиеся из него ганады выполняют половую функцию. Четвертое. Кровеносная система лакунарного типа и у большинства иглокожих слабо развита. Пятое. Дыхание иглокожих осуществляется преимущественно всей поверхностью кожи. Для дыхания служат кожные жабры, амбукральные ножки и щупальца. А у многих колотурей имеются еще особые вводные легкие производные задней кишки. Шестое. Специализированных органов выделения у иглокожих нет. Особые клетки, амебоциты, продуцируемые железой осевого органа, поглощают из целома экскреты, которые затем удаляются через кожу. Седьмое. Нервная система иглокожих примитивна и представлена тремя отделами, каждая из которых состоит из нервного кольца и отходящих от него радиальных нервных стволов. Органы чувств многообразны, но примитивны морфологически. Восьмое. Большинство иглокожих раздельно полое. Половой диморфизм выражен слабым, а плодотворение наружное. Девятое. Развитие идет с метаморфозом. Ранняя личинка всех иглокожих диплеврула с двусторонней симметрией. Имеются живородящие виды, у которых отсутствуют свободно плавающие личинки. И развитие зародышей происходит в выводковых камерах самок. Типы иглокожие подразделяются на два подтипа, которые включают пять современных классов. Подтип прикрепленные и подтип подвижные. Подтип прикрепленные включает класс морские лилии. Подтип подвижные включают такие классы, как класс морские звезды, афиуры, класс морские ежи, класс галатурии.